Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Мы в хосписе, сражение продолжается, написала Лора Сазаева на своей странице в фейсбук. Также экс-супруга артиста посвятила свой пост вопросу, нужно ли говорить с детьми о смерти. Нужно, я не психолог. Летом 2018 года поступила в университет. На факультет психологии, чтобы иметь второе высшее образование и возможность изменить направление в жизни после развода с мужем. Началась сессия, я узнала, что у сына онкология и возможности продолжить учебу не было. Время теперь вместе мы должны были проводить много и стали говорить о самом важном, о жизни и смерти, что мечты могут не сбываться, что одним везет, другим нет, что он может выздороветь, а может и умереть, что иметь мрачные мысли не вариант, что надеяться и верить нужно, что есть рай и ад и от нас зависит, где мы проведем вечность. Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат, идущий на войну, ведь он не знает, вернется ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем. У меня есть книга с названием «Разум поле сражения». Именно от разума зависит, где, в каком месте мы оказываемся, в поражении или выигрыше. Мне пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю. «У нас получился отличный тандем», – написала Сазаева. Напомним, что Виктор Павлик в октябре 2018 года сообщил, что у его младшего сына обнаружили саркому, рак позвонков. На тот момент Павлу было 19 лет. Молодой человек писал в Facebook, что попал в больницу в августе из-за того, что ноги начали неметь и терять силу. К слову, недавно Павел Павлик, у которого диагностировали рак в 2018 году, рассказал о начале болезни, а также о том, как с каждым днем ухудшается его здоровье. Кроме того, он сообщил, что прекратил лечение химиопрепаратами. «Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает тереть свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому, что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит, мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу», – пишет он. Павел Павлик перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В январе 2019 года его отец Виктор Павлик сообщил, что сын идет на поправку. Однако болезнь так и не отступила.